здравствуйте друзья лето и вопрос о деньгах вопрос длинный шалом уважаемые раввины с пожертвованиями все ясно вот с десятина непонятно не господь и шо нигде не учил что десятина должна приноситься в денежном эквиваленте я читаю оригинальное письмо шоу шоу ли апостолы в том числе нигде не учили о десятине как о денежном поборе и не цитировали в скобках написано о одном месте писания из пророка малахи запугивая несведущих овец проклятиями я хочу перед тем как буду дальше читать вопрос здесь остановиться чтобы просто не забыть мысль друзья знаете я конечно слышал такое утверждение что вот если в новом завете чего-то не написано из того что написано в танахе то однозначно это не имеет скажем так легитимности вот в эту пору которая уже вот в это время которое проходит под действием под контролем нового завета послушайте надо внимательно изучать писание чтобы понять может быть по-настоящему что к чему многое из того о чем не пишется в книгах бритха даша было само собой разумеющимся и не требовало повторения в новом завете но когда мы читаем о практике тех или иных людей мы видим что они это учитывали они в этом двигались при том что прям как заповедь это не было записано не сказано господом ешо или кем-то из апостолов что вот поступайте также поэтому если мы видим не написано было у десяти не в новом завете это как минимум не значит что люди которые приняли ешо машехом из которых состояли первые общины верующих последующие общины верующих что они не использовали тору где говорится о как минимум десятой части для того чтобы руководствовать и руководствовать этим местом писания при размышлениях о том сколько денег нужно жертвовать как минимум были разные виды десятин и те из которых сам отдающий мог пить и есть на том месте где ему указывал господь безусловно даже если человек не мог все десяти на из произращённую ему землей перенести указанное ему бога место он обязан был продать это за деньги на новом месте купить себе продукты и вот интереснейший факт самому интересно что вы имеете ввиду при перемене священства нужда в священниках по чину арона и в левитах которым по предписанию тору принадлежала десятина отпала еще чтобы в доме храм дом молитвы моем была пища а пожертвования финансовые и другие само собой это да и амэн но во времена апостолов я акцентирую все было общим деяние 432 у многих же уверовавших было одно сердце одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим но все у них было общее продавать и продавались и менее больная тема скобка я так понимаю больная для либо для вас либо для современных верующих и все деньги они десятая часть клали к ногам апостолов так каким же макаром я такой вы не русское имя макар имеете ввиду да пожалуйста объясните я осознаю что могу ошибаться константин спасибо константин за такой обширный вопрос я так понимаю что вы тот человек который как раз продали свое имение положили к чьим-то ногам возможных предполагаемых апостолов многие люди сейчас называют себя апостолами в христианской среде в основном харизматической и вот как раз вы к их ногам все это и положили и вам возможно немножко обидно за то что вы это сделали чуть ли не один да вы не видите массовых примеров того что кто-то так еще поступает или же вы не продали свое имение просто возмущаетесь как говорится по привычке не знаю не имею возможности с вами лично видеться и переуточнить на эту тему что могу сказать что вопрос денег это вопрос действительно по прежнему остающийся больным для многих людей которые думают на темно вот например начать мне посещать какое-то собрание верующих или не посещать я разговаривал часто такое приходится вот видеть вот со многими людьми раньше сейчас что я бы ходил но вот вопрос денег мне кажется что это немножко нечестно это обирают конечно же если смотреть вот на эти вещи просто по-библейски ведь община верующих это семья семья господа семья семья бога и дом бога сообщество верующих ведь когда мы когда мы вот 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 наша наша семья жена дети все деньги которые мы зарабатываем мы тратим не только на себя на своих детей на свою семью если семья верующих эта семья то часть тех денег которые я зарабатываю там разным способом я трачу не только на свое обеспечение но также на обеспечение семьи если так поступают все то вопроса нужды среди верующих вообще не должно возникать здесь нужно всего лишь правильно разъяснять мы конечно знаем вот из современного информационного христианского поля о том что многие используют используют известные цитаты из писания говорящее пожертвование для собственного прибытка много и спекуляции на эту тему где в этом обвиняют но по факту она так вот не есть но бывает конечно и такие прискорбные горькие горькие факты до страх многих людей основан как раз на информации о неправильном распоряжении деньгами я понимаю вас если ваше письмо продиктовано такими вот событиями случившимися с вами или с кем-нибудь из ваших знакомых с другой стороны знаете писание не обязывает людей поверивших в господа отдать все здесь показано что у людей на сердце было просто оторваться от всего того что в мире считается ценностью базовой ценностью возможно что в мире считается богом один одна из причин как как мне это видится почему бог призывает часто жертвовать жертвовать деньги это предложение человеку проверить свое сердце ведь мы знаем бог не нуждается в деньгах они и так ему все принадлежат ему принадлежит вселенная это гораздо больше чем доллары чем золото чем все почему же он призывает жертвовать зачем ему это кроме того что на эти деньги существует община верующих в той части где это может быть за деньги кроме всего прочего это проверка сердца человека ведь когда ты жертвуешь деньги по заповеди ты тем самым показываешь что слово бога для тебя дороже я хочу вот сейчас вы акцентировали я хочу на этом сакцентировать свое внимание может быть как центральная часть моего ответа что когда ты жертвуешь деньги ты ты показываешь слово бога для тебя дороже чем деньги многие люди не жертвующие деньги тем самым показывает что деньги для них значит больше чем заповедь бога тем самым показывая что деньги для них бог поэтому заповедь о пожертвованиях это хорошая возможность проверить свое сердце почему много говорят о десятинах я не буду сейчас говорить на тему того что неправильно в этом слове многие утверждают что десятина была до закона что авраам десятина отдавал я читал объяснения такие что вообще в мире в мире до образования вот народа израиля десятина была повсеместной нормой вот в язычестве во всем там разнообразном язычестве при определении того сколько жертвовать на на храм и разным богам возможно насколько такой довод скажем так правомочен что десятина была до закона я не знаю я считаю так что если господь говорит на эту тему он показывает тем самым на все времена пример сколько можно отдавать не ограничивая нас в отношении размера и в книге деяний мы показываем что размер вырастал настолько что просто в конце концов отдавали все когда были готовы к этому сердцем это не норматив это как раз не митва не заповедь поэтому не считайте себя обязанным продать дом если вы этого еще не сделали и не упрекайте тех кто этого не сделал если вы продали дом а другие не последовали вашему примеру примеру тех о ком пишет книга деяний в самом своем начале в любом случае если мы являемся частью семьи верующих нам необходимо не забывать что нормально по взрослому участвовать во всех делах этой семьи в том числе финансово это честно мы так поступаем другие так поступают там где просто объясняется на эту тему где людей не загоняет в чувство вины из-за того что они не жертвуют где людям не ставят какие-то обязательные нормы самопридуманными заповедями я думаю если это основано на понимание того что кто бог на понимание того что деньги это временно и не просто гораздо ниже а по отношению господству всевышнего просто ничто там не будет проблем в обеспечении жизнедеятельности по местной общины и не будет руганий по этому поводу обиженных или гордящихся спасибо вам за такой обширный и в общем то искренне как я вижу вопрос константин шалом дорогие друзья если наш портал и ишо.орг является благословением для вас вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения наши реквизиты находятся на странице помощь сайту мы благодарим вас за поддержку и пусть всевышний благословит вас